И снова все о нем. О гриппе, разумеется. На этой неделе власти и врачи признали ситуацию в области эпидемической и по гриппу, и по острым респираторным вирусным инфекциям. В эфире акценты дня в студии Виталий Зерябин. Здравствуйте. Превышение эпидемического порога почти вдвое за неделю. 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, свыше 80 случаев на 10 тысяч населения. Число погибших за неделю увеличилось с 5 до 14, так что ситуация более чем серьезная. В целом ряде городов и районов вирус гриппа А, H1N1 прописался прочно. Оренбург и Орск, Новотроицк и Ясный, Адамовский, Беляевский, Домбаровский, Новоорский, Оренбургские районы. По состоянию на середину недели жители именно этих территорий больше всех рискуют заболеть или уже заболели. На сегодняшнее число проведено исследование у 349 человек. Выделяется штамм гриппа А, H1N1, пандемия 2009, и его удельный вес из неделю в неделю повышается. То есть на территории грипп есть и он циркулирует. Береженого Бог бережет, а также четкие инструкции на случай эпидемии. Одна из них гласит, если грипп наступает, стремление к знаниям должно временно отступить. Потому в среду в Орске и Гае о днем раньше в Оренбурге закрыли на карантин все школы, а также учреждения доп. образования, кружки и секции. Цель именно в том, чтобы не пошло дальнейшее распространение. Потому что на сегодняшний день среди школьников не во всех школах порог дошел до 20% заболевших. Поэтому это предупредительная мера. В детские сады мы еще на прошлой неделе разослали обращение к родителям, чтобы тем, у кого есть возможность не водить ребенка в детский сад, просто не водили для того, чтобы ребенок не заболел. В какой-то мере мы надеемся и на то, что сейчас со старшими школьниками родители детей, которые посещают детский сад, тоже будут оставлять дома. Так что школьеры неделю до 3 февраля сидят дома и радуются внеплановым каникулам. А взрослым надо ходить на работу, хотя, например, в Москве объявили карантин глобальный по всем предприятиям и фирмам. Там ситуация с гриппом еще более напряженная и население, если не в панике, то в большой тревоге. Впрочем, и оренбургцы столичные страхи переняли быстро. И так же, как и москвичи, стали впрок запасаться противогриппозными препаратами, пугая друг друга молниеносным распространением болезни. Разом заговорили о возможном дефиците лекарств. Чиновники отреагировали привычно. Приглашением журналистов в аптеки с демонстрацией изобилия в них. Осмотр производился в двух государственных аптеках и на аптечном складе, который снабжает медикаментами те самые госаптеки и медучреждения области. Фармацевты демонстрировали широкий выбор антивирусных и иммуномодулирующих препаратов различной ценовой категории. Правда, выяснилось, что самые дешевые средства, известные с давних времен, раскуплены в числе первых. Аксалиновая масса у вас есть сейчас в наличии? Наличии пока нет, но ожидаем ее. Еще один рекомендованный способ защиты от проникновения вирусов – медицинские маски. В государственных аптеках маски имеются и по небольшой цене. Вот только купить, сколько надо, не всегда получается. Маски дешевые, но ограничения в масках в количестве больше трех штук не дают. Каждые два часа нужно менять, поэтому не хватит даже, я думаю, на день. Сейчас на них повышенный спрос, но масок достаточно, мы получаем их практически ежедневно и поставляем в сеть наших государственных аптек и, ну то есть, постоянно, постоянно тоже в свое время пополняем запасы. Еще раз напоминаем главное правило для заболевшего – никакого самолечения и незамедлительное обращение за медицинской помощью. Врачи скорой констатируют фактически двукратное увеличение количества вызовов в январе, связывая это в том числе с эпидемией гриппа и ОРВИ. Пятая часть тех, кому приезжают бригады неотложки, госпитализируются с признаками той или другой болезни. Прочие остаются дома, причем выясняется, что многие из них звонят в скорую под действием испуга, а не вируса. Чуть выросла температура, набирают 0,3. Диспетчер звонит и спрашивает, вот вы знаете, все освободилось, скорую помощь вам посылаем уже, высылаем, все, есть свободная вам бригада. Вот, вы как в состоянии? Да, мне стало получше все, но вы все-таки приедьте, нужно послушать, а вдруг у меня пневмония, а вдруг у меня свиной грипп, чтобы посмотрел медработник. Каемся! В описаниях гриппозной симптоматики и последствия болезни преуспели и мы, журналисты, может быть, немного перегнув при этом палку. Но 14 смертельных случаев, официально подтвержденных областным Минздравом, согласитесь, заставляют задуматься и поберечься. Вместе с тем не стоит при каждом чихе хвататься за телефон и кричать «Скорая! Спасите!». Помните, отреагировав на вашу температуру 37 с копейками, врачи могут не успеть к тому, кому они действительно нужны. Это были «Акценты дня». Увидимся!